Всем привет! Это не местные. Это Аделина, Константин. Сегодня мы отправились знаете куда? Ну вы уже догадались, в описании все написано. Рыбный рынок в Батуми. Мы уже были в прошлом году. Вот здесь будет ссылочка. В этом году будет еще интереснее. Ставьте лайк сразу же, авансом. Подписывайтесь, если кто смотрит без подписки. И начинаем. Хорошо, что вы догадались по названию ролика, а не по запаху, который здесь. Поэтому мы побежали на рыбный рынок. Мы рыбу наловили, а теперь пойдем ее есть. Сколько здесь много всего? Какое-то дурацкое все. Почему дурацкое? Слышно море. Он такой большой и очень вонючий. Не ели рыбу, не надо начинать. Так, где вас двадцать, и тот принесет бесчеты, какая будет, они обманывают все. Прекрасный просто. Посмотрите на этот вид. Самый классный, самый большой рыбный рынок в Батуми. Лучший. Мы зашли в рыбный рынок. Снимаем выпуск для вас. Смотрите, сколько здесь много всего. Выбирайте рыбу себе, пожалуйста, быстрее. На самом деле, здесь вы можете купить все. Здесь есть мидии, креветки, раки, всякая рыба, осьминоги. Здесь, в общем-то, самый классный, самый большой рыбный рынок в Батуми. Несмотря на то, что он, казалось бы, не такой большой и очень вонючий, но здесь есть что взять. Здесь свежая рыба. И здесь можно эту рыбу, которую вы сейчас купите, она свежая, ну, скорее всего, может быть, даже и замороженная, говорят некоторые. Ну, а мы будем надеяться, что свежая. Так вот, можно ее приготовить. Пойти в ближайшее место, ресторан, где прямо при вас приготовят эту рыбу. А мы выбираем, что мы с вами будем кушать. Это морская рыба, и фина тоже морская. Если большое время, там будут лучше фина. Мы большой, они фина, наверное. Да, мы фина. Нам говорили, короче, что если вы выбираете пусковую рыбу, одноразрезанную, то она будет замороженная. Поэтому очень опасно бывает. Она замороженная, я знаю, как я замороженная. А если брать большую рыбу, она, скорее всего, будет сырая. Пошу подсвежу. Пошу подсвежу, чистую. Можешь еще подсвежить? Какие, мама, если там давать, половина не будет эту весь. Я хочу, они так делали. Там, где вам 20, кто принесет, без щиты, когда и будет, они обманывают все. Значит, это хватит, мама. Это баба не новая, нет. Это взяли, кишки взяли. Ничего не осталось. Как вы думаете, уважаемые зрители, на четверых это нормальная, большая рыба или слишком большая? В общем, наша большая рыба вышла на 77 лари. Это 3 килограмма, я не знаю, это очень много, конечно, для четверых людей, которые два человека вообще плохо едят. Так что посмотрим. Ну, если даже вдруг это много, то мы заберем домой. Ну, что ж, мы взяли эту рыбу, нам ее почистили бесплатно. 77 лари получается. Да, 77. 3,3 килограмма половины. 3,3 десятых. Ну, там почистили, она, конечно, меньше уже, наверное, килограмма 3 или 2,5 уже. Все, идем. Пробуем. Да, готовить сначала. Это еще сырая рыба. Пойдемте готовить с торговой. Ой, рыбу наловили, а теперь пойдем ее есть. Ммм, как хорошо. Вот вдоль дороги немножко отходите прямо, и вот здесь такой поворот налево. Вот здесь есть проход к кафешкам, ресторанам, и там же могут нам ее, вот фиш, молокан какой-то, там же могут ее приготовить. Друг, в какой ресторан идет здесь? Не знаю. В Восток. А ты знаешь, куда ты идешь, нет? Какой ресторан? Не знаю. Я уже в нем сколько раз беру. А, все, понял. С видом на море, конечно. У нас Дмитрий опытный, да, уже. Едок рыбный. Тех гостей сюда приглашаем. Если понравится, то с вами пальцы шпутят. Там на море, там на море, там на море, там на море. Проходим через такую веранду. Это не порция будет. На четыре порции. Это открыт еще. А, да, да, да. Нам дали вот такой талончик. Покажите нам бумажку. Вот, 29-й мы. А, это наш номер, да? Да, да, да. По нему проникуют. Здесь ищем столик, здесь есть веранда. Есть и открытые, но под зонтиками. Здесь уже проход к морю, точнее, вот видите. И вот так вот столики вдоль этого пирса, двух пирсов. Ну, интересно, людей не так много, как мы видим, но сегодня будет не день, а вон там побольше почему-то. И шум, очень большой шум, почему-то сегодня от моря. Надеюсь, что-то слышно будет. Вот здесь люди, видите, ждут со старелками своей рыбы. Вот, раньше такого не было. Сказали, там кто в ресторане берет, раньше не всегда там не берет. Побрели. Какая-то дурацкая все. Почему дурацкая? Здесь тоже слышно море. Тут же тоже слышно. Как вы поняли, мы вот здесь сидим. Вот наш столик. Какой пирс, прекрасный просто. Посмотрите на этот вид. Лучший. Ты чего тут выступаешь? Мы сейчас будем рыбу есть. Давайте познакомимся. Это Аделина. С нами сегодня еще Илья. Илья, привет, давай, да. Это вы знаете, Дмитрий. Привет! По многим нашим выпускам. Конечно, я с дистиктатой. Сидим, ждем нашу рыбу. Минут 20 те готовят нам, да? Да. Нам принесли меню. Ну, тут есть, в принципе, то же самое все с Дорадо. Парель. Вот парель с орехами, да, интересно. Цены вы видите, вот, да, это все в ларе. Ну, нажавайте на 31 примерно. Супы все. Да, дрофория со свининой. Вот 18 лари, как вариант. Грибы различные. Грибы, да. Ход диши, такое стоило. Это гарнир. Картофель фри, как вариант. Вот, 8 стоит лари. 32,5,6. О, тут еще сервис, плата за обслуживание 15%. Ничего себе. На напитки, да, боржоми. Большое меню вообще-то. Большое меню. Спиртное тоже, чащее. Понятно. Пока мы ждем нашу рыбу, нам принесли напитки. Такие. Вот. Там боржоми, боржоми и мне чай. Такой красивый чайник. С завитушкой. Там у нас, о, там настоящий прям чай. Не в пакетиках, а прям, да, проваренный. Ждем рыбу, короче. Нам принесли рыбу. Ну, казалось, как будто бы она слишком большая для четверых человек. Мы посмотрим, если не доедим. Заберем домой. А вот мой чай. Напоминает турецкий чай. Целый стейк, смотрите. Там такое вот розовенькое мясо. Вот красной рыбе ничего не нужно. Никакие соусы. Орехлые, сливочные нет. Она сама по себе превосходна, если она хорошо приготовлена. Приготовлена она хорошо. Мы думали, мы не доедим эту рыбу. Вот, посмотрите. Ну да, хотя не доели, Анделина. Почему-то не доела рыбу. Она вкусная была? Как говорится, не ели рыбу, не надо начинать. Я не особо любитель рыбы. Я люблю только рыбу, которую готовит Константин и мой дядя. Те, кто любит красную рыбу, мне кажется, им очень понравится. Я, в принципе, небольшой ценитель рыбы. Вот покажи тарелки у ребят. Вот они прям сидели. О, вы посмотрите. Вообще ничего не осталось здесь. Дима доел тоже последний кусочек. У Ильи тоже. У меня тоже. Ну, в общем, от себя добавлю. Рыба очень свежая была. Где мы купили вот эту рыбу большую? Торговали еще. Она очень свежая. Она не замороженная. В общем, к рыбе вопросов нет. Приготовлено тоже очень все вкусно. Сочно получилось. Какой-то там обработки, маринад свой у них. В меру соленое, в меру перченое. Нет перезбытка специй. Но они знают, как это делается. По поводу сервиса есть вопросы. Например, почему... Вот, как называется заведение. Blue Wave. Голубая волна. Почему, придя сюда со своей рыбой и отдав им на готовку, нельзя выбрать столик для того. Ну, такой вопросик к ним есть. Хотели сесть вон там, в самом конце, где море, где... Как будто ты на море сидишь. А вот сели вот здесь вот. Вот оно. Вон там, вот видите? Сейчас я приближе. Вон там слив. Сюда стекает вода. Она вон пенится немножко. И потом вот сюда вот вытекает. То есть земля... Не, на самом деле нет. На самом деле нет никакого запаха здесь, ничего. Ну, просто немножко другой вид. А так все нормально получилось. Сюда в следующий раз не придем. Потому что все-таки отношения такое не очень. Ну, могли бы уж пустить нас. Там все столики были свободны. Не все, а многие столики были свободны. На самом конце, где в конце пирса. Но говорят нет. Столько кто приходит сюда и заказывает у них вот прям из меню, те могут там сесть. Отдельно напоминаю, что сейчас лето, жарко, плюс 26. И мы слышим, как плещется море. Мы все пили прохладительные напитки. Я холодный лимонад. Илья и Дмитрий пили холодное боржоне. И лишь Константин. Решил выпить с рыбой в эту прекрасную летнюю погоду. Горячий чай. Они просто ничего не понимают. Если вы любите рыбы, вообще морепродуктов, я думаю, что вот эта часть Батуми точно вас заинтересует. Потому что рыбы здесь еще очень много. И не только рыбы. И других морских гадов тоже здесь очень много. Выбор, где посидеть, тоже большой. Поэтому за морепродуктами, конечно, идите в эту часть города. Хотя и в ресторанах Батуми тоже очень много. Но здесь прямо аутентично, да, на берегу моря. Чего мало в Батуми. Да, я хочу сказать. Ешьте морепродукты. Там очень много полезных омега-кислот. 3, 6, 9. Я правильно говорю, Алилент? В общем, это для мозга очень полезно. Омега. А? Омега. Омега, да. Омега-кислоты вот эти все. Они очень полезны для мозга. То есть, особенно для детей. Кормите детей, кушайте сами. Выдавайте. Вот результат. Вы видели, да? А где живот-то? Живота нет. Это не результат. Нет. Где результат? Омега-кислоты на мозг влияют. Я понял, понял. А не на живот. Чуть не забыл снять, сколько всего получилось. Вот смотрите. Это у нас прожарка. Гриль. Готовая рыба. 18 стоит. Ну и остальные напитки. Все вместе с сервисом 41 лари. Вот такие вот сытые, довольные. Наша задача была купить рыбу и поесть ее здесь в кафе. И с этой задачей мы справились. Показали вам, где ее приобрести, где поесть. Сколько это все дело стоит. А идти сюда или нет. Но когда вы приедете в Батуми, конечно же, на ваше дело и на ваш вкус. Любите ли вы вообще морепродукты? Но мы идем дальше изучать Батуми и показывать его вам со всех сторон.